так ну что ж здравствуйте уважаемые читатели я как обещал отвечаю сегодня на вопросы на видео делаю это специально для того чтобы у вас была возможность посмотреть мне в глаза во время ответов на вопрос и оценить степень моей искренности вот как я себя веду во время разговаривал и так далее то есть то чего сказать человек в интернете лишен в обычном время общения давайте я вопросы заранее не читал отвечаю так как есть когда наконец все будет хорошо никогда не будет потому что история никогда не заканчивается вместе с историей возникают новые условия жизни человека старые способы жизни пристают соответствовать реальной действительности начинается конфликт с реальностью проблемы новые искать необходимости в адаптации и так далее хорошо не будет никогда полностью больше того скажу что христиане вообще верят что рано или поздно наступит полная жопа я христианин я тоже в это верю поэтому так сказать ну я считаю что она неизбежна значит ли это что ничего делать не надо и мы не можем быть счастливыми нет не значит я знаю что можно даже быть счастливым нужно что-нибудь делать потому что быть счастливым это означает быть человеком это означает исполнять свое предназначение делать добро для других людей выполнять свою миссию по отношению к другим людям любить людей надо вот тогда будешь счастлив почему у наших умных начитанных образованных патриотичных и жаждущих социальной справедливости наследников ссср так и не получилось создать одно сильное политическое или околополитическое движение которое бы их объединило и влияло бы на жизнь страны и власть но если им путин недостаточно путин то где их путин и где их кооператив озеро или пломбированный вагон под наследниками ссср я подразумеваю тех кому сейчас 30-45 и кто публично мечтает вернуть бассейн на место значит на самом деле все очень просто все дело в том что это вариант на самом деле мракобесия то есть были такие вот у нас и сейчас есть люди которые они тупят от имени религии убивая космонавтов они лезут на небо вот ну потом вроде как тренд стих вот и снова начало быть модным тупить от имени прогресса и атеизма привет кровецкий вот значит их витя мараховский называет света ангелы значит вместо мракобесов у либералов очень долго тупили от имени прав человека и общеевропейских ценностей ну тренд потух и сейчас нас моде новый извод идиотизма это тупить от имени коммунизма ссср сталина гулага и так далее значит что общего у всех этих трех четырех категорий людей это вот такие вот амбиции вот и вот такой вот член значит просто сказать они не могут смириться с размером собственного члена значит и они набрасываются точнее говоря они набрасываются на общество с криком какое-то ничтожное подлое негодяйское вот если бы ты было бы лучше ты бы поняла что ты что мы тебе можем пригодиться вот значит они не собираются ничего менять им не нужны никакие политические партии они им партии нужны только с одной целью они доходят тусоваться среди себе подобных так же калибералы абсолютно они ходят друг другу вот там значит трутся щечками друг об друга значит выделяют друг другу значит поочтительную жидкость вот и все а все это значит все для того чтобы просто ну как это побыть среди своих и понаслаждаться чувством собственной значимости при реальном отсутствии такового нет никакой значимости у этих людей вот и все их публичное возмущение оно как раз к этому и призвано как Михалков говорил что публичное возмущение оно придает вес любому дураку вот абсолютно то же самое эти люди они просто у них есть механизм такого есть такая поговорка да господи дай мне силы изменить то что я могу изменить дай мне значит терпение снести то что я изменить не могу и мудры чтобы отделить одно от другого эти люди они не хотят ничего менять а вот они не готовы ничего менять поэтому они отказываются отделять одно от другого чтобы не менять ничего то что из того что они могут изменить они наоборот выбирают ту проблему которую они заведомо решить не могут и всю жизнь показывают окружающим как они на эту проблему бросаются вот и так вот на вся жизнь и проходит вот человек как бы не заводит нормальной семьи не имеет никакой работы вот человек ничего вообще не создает он всю жизнь борется с отелитаризмом он всю жизнь борется с буржуазией и занимается тому подобные значит как бы вот вещами которые ну лучше бы не знаю спортзал ходил что вот ну вот так как-то цели такой не что ли поменять это имитация в чистом виде это имитация и надувание собственной значимости на фоне атакуемого объекта то есть чем больше атакуемый объект тем больше как бы тебе кажется что ты крутой мировая буржуазия путин православная церковь и так далее чем больше объект атаки тем значит значимее значимее твоя борьба ну да интересно послушать по поводу истории свойковской по поводу истории свойковской я написал несколько текстов на реафан я дам под видео ссылку а вот и вы сможете прочитать зачем мы залезли в сирию что мы там делаем в сирии происходит то же самое что и на украине нас отрезают от европы на украине находится наш трубопровод значит через сирию будет пролагаться трубопровод из катара в европу нас отделяют от европы нас намеренно изолирует разделяй и властвуй вот союз европы и россии кое для кого является кошмаром вот что же касается нас то мы не уйдем не с украины мы не уйдем из сирии мы везде всех будем бить вот и все я думаю что владимир путин он еще по ходу дела в сирии решает еще одну задачу он опускает нато в лице турции ну может я не прав но мне так кажется я думаю что он добивается переформатирование этого альянса посмотрим откуда ты такой модный на авиа а не так что ж так вот где пресловутая борьба двух башен кремля где тонны компромата да вот только что буквально вы вы про чайку например чем вы недовольны когда уже путин все сольет значит ирония мне понятно да с одной стороны с другой стороны знаете путин он как ни странно он человек а вот он ядерная боеголовка он не топлива он может ошибиться он может однажды облажаться а мы будем вынуждены с этим жить вот и раскребывать вместе с ним результаты потому что мы за него проголосовали поэтому ноу то есть как бы конечно смешно но имейте ввиду что как бы это все таки возможно хотя симптом это в общем то другие как бы и путин то у нас конечно молодец но гарантий никаких нет не будет и в этом прелесть жизни открою такой модный на авиа это у меня это я в коридоре возле лифтов меня жена сфотографировала а мех у меня это мои любимые куртки это капюшон на любимой куртке торштайнер авиатор кстати если у кого-то есть на примете фирмы наши отечественные которые делают хорошие теплые куртки пуховики классные вот такого же типа как торштайн как валенштайн киньте мне ссылочку потому что я очень такие одежку такую люблю покупать приходится немецкая а мне от патриоту обидно а я думаю что нашу уже наверное научились что-нибудь изготавливать мне есть такое подозрение а я не в курсе если знаете накидайте хотелось бы услышать краткий комментарий про новое творение лихая мановального значит у меня в сети есть группа поклонников они ненормальные а вот они значит пишут от моего имени например вот как раз сейчас буквально только что звонил из наркоконтроля человек оказывается интересовался почему я написал заявление на директор нашей нашей школы что она продает наркотики моим детям а вот я ему объяснял как раз что это я не писал это малахольные написали вот эти малахольные значит они в сети я дам ссылку под видео да они собирают на меня досье но вот досье они каким образом выглядит значит моя фотография значит вместе мы там я морозов андрюшка значит оля касьяненко в лёшка байков это когда у нас еще красный блицкрик было так далее то это там значит романтизм розовая пена из жопы вот значит и потом более касьяненко с куреновичем а куренович он нацист значит роман носиков нацист вот потом значит тут же рядом фотография значит я и настя удальцова от которой жена удальцова сергея который сиделец у нас значит и в общем как бы значит я ультра левый экстремист правый левый в общем какая разница вот значит с тем же успехом можно от насти удальцовой да вот я вот настя удальцова да настя она жена сережки тютюкина да а тютюкин он друг пономарёва и навального ну значит я агент навального а вот разоблачение навального а значит которая вот сейчас вот про чай это выглядит значит это она построена на том же самом принципе это всех переженить вот искать ни у кого не спросившись значит там совместный бизнес здесь общие знакомые есть у всех а вот значит если вы обратите внимание на этом ролике там все время смакуются концентрируется значит внимание слушателя над на второстепенных ужасающих подробностях при этом затушевываются логическая связь между так сказать этими жуткими происшествиями цапками и так далее и тому подобное и самим чайкой который является мишенью она просто подразумевается что связь просто есть должна быть но иначе что говорить то да вот на самом деле нет этой связи мало ли кто с кем когда был знаком это вообще ни о чем не говорит это не сведение это ерунда и ты чушь собачья а вот единственная так сказать в реальные претензии которые там высказаны то что сын нашего генерального прокурора состоятельный мужик вот я так понимаю что все спонсоры лёши навального они далеки от власти и бедны и это они от зависти наверное все делаю ну вот и дети навальный и навальный сам вот так сказать как бы бедности есть прозябает вот и ну и так далее ну это же короче делом да просто полная опять а вот манипуляция и чувствую учитывая что пошел куда наезд на прокуратуру там 5 новостях пошло пить какой-то автомобиль прокурора нашли что ты еще там такое думаю что прокуратура зачем-то интересным занимается вот самое время быстренько прокуратуре поднасрать хотя я может быть и есть что-то конце концов нас страна-то настоящая настоящей жизни бывает настоящая коррупция чего только не бывает но вот по мне так в общем-то заказ